Привет! У меня на арбузе появилась тля и хочу побороться с ней народными способами разными. Ну и заодно проверить, который из них эффективнее. Арбуз поделил на 4 секции. Для одного метода способа еще места не хватило, его испробую где-то на огурце, если найду там тлю. Итак, первое. На литр воды добавляем нашатырный спирт, чайную ложку. Потом добавим жидкое мыло. В общем, доведем все на 1 литр. Второе. Это на 100 грамм молока добавить йод пол кубика. Молоко вот такое. И потом это все довести водой до 1 литра. Третье. Это на 1 литр воды добавить 2 таблетки трихопола и опять же жидкое мыло. Четвертое. Это 5 сигарет на этом объеме. Кипятил я его 2 часа, потом настаивал. И еще ромашка. Для этого эксперимента на арбузе не хватило места и можете спробую его где-то на огурце. Здесь вот на этом объеме 5 пакетиков. Закипятил, потом настаивал. Я сейчас обработаю, а дня через несколько опять покажу. Но вы не переключайтесь. Так, еще не прошло несколько дней. Сейчас, пока сегодня. Только обработал. Вот смочил каждый лист. И судя по тому, вот здесь, видите, есть живность. И здесь живые твари есть. А вот здесь муравьи погибли. Я к тому, что самые токсичные это сигареты. Ну, пока на первый взгляд. Очередной привет. Сейчас прошло ровно 5 дней после того, как обработал этот арбуз. И буквально несколько минут с того места, как вы еще не переключились. Как водится, подведем итог. Сперва о хорошем, а потом о менее хорошем. А далее уже как есть. Первая, эта тля погибла везде. Первая, эта тля погибла везде. Здесь ее было много. Далее менее позитивное это то, что обжегся лист. И больше всего там, где использовал трехопол. Сперва подумал, что лист окрасился. А на второй, на третий день было ясно, что переборщил с дозой. Лучше было использовать одну таблетку на один литр, а здесь было две таблетки. Так что немного есть такой и на шатырном спирте. Здесь меньше. Совсем немного есть и на где был табак. Где молоко, там такого близко нет. Второе изменение позитивного, это муравьи. Сразу после опрыскивания они появились на молоке и на табаке. А сейчас, по истечении пяти дней, они вот на этих всех разделах по минимуму. Но довольно-таки активные там, где обрабатывалось табаком. Ну, поверьте мне. Их много. А если есть муравьи, это говорит о том, что скоро опять появится новая тля. Далее, самый здоровый, насыщенный цвет листа, это там, где использовали молоко. И, как ни странно, где обрабатывали табаком. Ну, как есть. Сорт один и тот же. Еще замерял развитие плети каждый день. Мне же было интересно, как повлияет эта обработка на развитие целой плети. Если вы еще не переключились, то поговорим еще об одном. Помните, говорил про ромашку, что для нее не хватило места на арбузе? И огурец был чистый, и деревья чистые. А тут, представляете, буквально под носом. Открываю этот парничок, где у меня находится баклажан. Итак, вот они, голубчики. Уже вечереет и плохо видно. Ну, надо действовать. Очередной привет. Прошло два дня, как обработал баклажан ромашкой. И смотрим, где наши голубчики. Хопс. Они вот. Живут и здравствуют. Даже не поменяли прописку. На том же листе, на том же месте. Вот еще. Это говорит о том, что ромашка не работает. Большое отступление. Баклажан в нашем регионе растет, ну, так сказать, на твердую четверку. Ну, и все-таки считается экзотикой. Поэтому я выбрал такой нестандартный способ возделывания. Это обогрев почвы. И это конструкция. И такие же нестандартные способы обработки. Хочу вырастить его без химии. Первый плюс от этой конструкции. Вчера у нас был град. Вот было накрыто вот так, агроволокном. Кроме торцов. И градины, которые попадали под углом. Сейчас тема обработки тли уже не стояла на повестке дня. Еще больше экзотикой считается арбуз. Принято считать, что у нас он не вызревает. По крайней мере, в частном секторе. Посадил я его впервые. Вот точно таким нестандартным способом с обогревом. Куда можно надеть старые маски. Как в люльке. Потом его пересажу в сетку. Самое неприятное, что было от града. А эти просто срезала. Листья такие. Вот эту часть арбузики я еще успел накрыть. Выбежал с фанерой. Край положил прямо на рейки. Сам спрятался под ней. Вот так на весу держал. Насчет развития длины плети тоже произошли небольшие изменения. Вот смотрите. Первая шкала это плеть, которая обрабатывалась нашатырным спиртом. Начиналось все не с торца трубы. Запомните это. Отсюда. Дальше, дальше. Вот здесь вчерашний град. Эта труба была мокрая, и поэтому плохо видно. Не дошло до этой перемычки. Вторая это плеть, которая обрабатывалась молоком. Она и раньше была в лидерах. И так дальше существенно прибавляет. Вот где-то здесь вчерашний град. И перемахнула за эту перемычку. Но интереснее всех этот табак. Начиналось все вот с торца трубы. Вот здесь вчерашний град. Вот край плети. Перемахнула за эту перемычку. Если вот так пройти назад. Прибавка больше, чем у нашатырного спирта. В явных лидерах молоко и табак. Если судить по здоровому цвету листа, то явный насыщенный здоровый цвет это там, где обрабатывалось молоком и там, где использовали табак. Если насчет молока с йодом понятно, то насчет табака не совсем. И в связи с этим вопрос. Кто обрабатывал растения табаком? Напишите пожалуйста в комментариях. Может ли табак служить своеобразной подкормкой для растений? Спасибо. И так, после всего пересказанного выбор оружия против тли очевиден. Это молоко и йод. Сейчас я добавлю на литр молока 5 кубиков йода и доведу все водой до 1 литра. А где наши голубчики? Вот они где. Довольно-таки странный номер. Надо ответить. Да, слушай, говорите. Семья, братишка, не делай этого. Пожалуйста. Да и вам ровно 42 секунды. Ну и еще немного, пока я буду готовить это все зелье. Че, молоко унюхал, да? На приготовление раствора у меня ушло примерно 7 минут. Так что за это время они должны были быть уже на вокзале с чемоданами. Ну а мы приступаем. Сейчас я обработаю, а завтра утром еще сниму пару кадров. Покажу, как это сработало. Ну а вы не переключайтесь. Очередной привет. У нас утро в самом разгаре. Тяпка, сапоги, хорошее настроение. И смотрим на наших голубчиков. Где они тут? Я думаю, они тут подсохли. Удобнее будет рассмотреть вот на этом листе. Я сейчас закреплю телефон и включусь. Не переключайтесь. Так сказать, момент истины. Надеюсь, они просто приклеились. На это след от молока остался. Как я понимаю. У кого хорошие легкие? У кого хорошие легкие? А это что, живые что ли? Думаю, не все... Полагаю, что это народное средство молоко и йод вполне рабочие. Ее я буду использовать. Но хотелось бы еще выяснить насчет табака. Ладно. Всем пока.